Удивительные вещи творятся в нашей жизни. Изменения происходят буквально на глазах. Мы иногда на это не обращаем внимание. О чем это я? Здравствуйте, Елизавета Александровна. Я рад вас видеть. Мы думаем, что вы не видели. Но я знаю чрезвычайную занятость. На самом деле это так. У вас сейчас активный процесс профессионального роста. Связанный с тем, что вы работаете на одной из наших ведущих кинокомпаний наших российских. А что вы смеетесь? Так оно и есть. Нет, это так и есть. Ха-ха-ха. Это как из знаменитого фильма. Значит, вами любимого служебного романа. Замечательный, кстати, пост. Поздравляю вас. У вас на канале. Спасибо. Ну, потрясающе. Это один же из моих любимых фильмов. Тоже служебный роман. То есть, я могу его смотреть, но я не знаю, сколько раз я его уже смотрел. Фактически все знаю наизусть. Я каждый раз, когда смотрю, что-то в этом нахожу. Гениальная совершенно постановка. Да, там Рязанова. Блестяще написанный этот сценарий. Подбор актеров. Ну, просто потрясающий. Спасибо большое за этот пост. Его, по-моему, много людей посмотрело. Да, ну, тот пост посмотрело около 800 человек. Да. Да, это много. Это был рекорд. Спасибо большое всем тем, кто захотел. Ну, с учетом того, что у вас все-таки каналы только его открыли, у вас там еще очень мало подписчиков. Сколько сейчас у вас подписчиков? Ну, пока 116, да? Больше 100, да? Ну, да. Ну, при этом удивительно. А что же они смотрят и не подписываются? Ну, это, наверное, специфика телеграм-канала такая. То есть, они, люди заходят, смотрят, ну, как новостной. Понимаете, телеграм-канал используется, скорее всего, новостной такой портал. То есть, есть какие-то статьи интересные и все прочие. Люди заходят, поэтому, думаю, подписываются. Ну, у вас последний пост, по-моему, 1400 или 1500. Ну, да, там уже почти полторы тысячи просмотров. А о чем ты там решила на пульте мне просто? Последний пост, это я посмотрела фильм «Мне бы в небо», причем я просто, ну, я по утрам бегаю, я спортсменка, и мне нужно как-то себя занимать. Я либо лекции какие-нибудь слушаю, подкасты, либо вот фильмы смотрю-отсматриваю, потому что другого времени там вот, ну, там. В общем, смотрю фильмы, сидя, стоя, и когда успеваю вообще. И я что-то наткнулась, просто открыла око и как-то вот наткнулась. Там у меня в подборке выпал этот фильм. Мне что-то как-то, не знаю, заставка понравилась, и я решила посмотреть. Он там идет как раз полтора часа, я думаю, ну, как раз вот побегаю, посмотрю. И у меня что-то так затянуло, честно говоря. И он такой, знаете, это вот реально, ну, я там написала, что это такая попса. Второй раз я, конечно, не сяду его смотреть, но вот зашел он очень хорошо, и там больше даже, то есть, как комментировать сам фильм, я не знаю с точки зрения, там, знаете, там какой-то интересной съемки, там, не знаю, гениальной игры актеров. Нет, реально на один раз. Но именно вот меня вот натолкнуло это на какой-то такой вот, знаете, поток мыслей пошел, и я вот не знаю, то, что вот, наверное... Как все это называется? В небо, в небо. А, мне бы, в небо, да? В небо, да. Мелодрама, ну, пожалуй. Ну, это такая, типа, да, это больше как, ну, мелодрама, да, драма отчасти даже с элементами легкой, такая ненавязчивая, там, комедийные диалоги. Очень хорошо, кстати, диалоги были простроены, что на самом деле сейчас является редкостью, и, ну, такой вот, ну, прям вот хороший... Еще, а, вот что меня зацепило еще, ну, такое название «м небо в небо». На самом деле, вот я сейчас только додумалась, мне кажется, это очень такой, знаете, ходовый, очень хороший ход, очень удачный ход конем, потому что там на вот этом постере фильма, там они сидят, аэропорт, он в таком костюме, как бы, и две девушки на чемоданах сидят, там вот это вот окно, где самолеты на фоне, и девушки тоже таких строгих, там, юбка, вот это вот, там, рубашка какая-то, и вот похоже, как будто это пилот и стюардессы, и название фильма соответствующее. И я была уверена, что это фильм про, ну, там, какая-то история, там, а-ля, там, про пилотов, про стюардесс, а это как бы, ну, не очень часто, прям, не очень часто про это рассказывают, и я подумала, что, в принципе, интересно. Просто у меня есть еще книга очень любимая у Артура Хейли «Аэропорт», вообще Артура Хейли обожаю писать. Да, это хороший, вообще Артура Хейли был замечательный писатель, то есть потрясающе. Великолепно, он просто, он так досконально все механизмы раскладывал, то есть он именно показывал механизмы работы вот этих вот структур, это, как знаете, у Оскара Уальдова тоже недавно прослушала лекцию шикарную, у него он, для него было важно вскрыть все вот эти вот механизмы, которые происходят, это, то есть не просто какой, то есть, ну, например, там, какие-то детективные истории, то есть для него было важно не то, что скрыть, кто является, там, убийцей, а ему важно было показать именно механизмы, как вот размышлял, там, детектив, то есть не как он приходит к результату, то есть не уже конечная цель, а для него всегда в его творчестве был важен сам процесс вот этот показать. И вот, например, Артура Хейли это просто великолепно делает, то есть он показывает сам вот этот вот внутренний процесс, То есть не вот эту внешнюю оболочку аэропорта, то, что видят люди, а он это показывает изнутри, причем у него же там, ну, вот, и в разных сферах, там про клинику у него есть, про отель у него есть, про машинный бизнес. Ну, мы как бы отошли немножко от темы. А к чему я-то говорю? Потому что меня вот зацепила вот эта вот история. А оказалось, что там вообще на самом деле не про пилотов и не про стюардесс, а там просто про человека, который правда вот как бы убегает. Вот, знаете, вот я там писала про один. Кстати, говоря об Ускоревале, я рекомендую всем нашим слушателям «Друзья мои, по ходу не порекомендую». Есть у него замечательный такой произведение, называется «Портрет Дарьяна Грея». Потрясающая вещь, то есть, ну, вот многие, значит, вопросы, связанные с осознанием человека, того, кто же он все-таки есть, вот это вот философское понимание трансцендентности. Вот все в этом произведении описано. И есть, я просто почему рекомендую слушателям, есть потрясающий совершенно телеспектакль Малого театра. Я почему бы это сейчас вспомнил, когда вы сказали, буквально недавно по телевизору, ну, так получилось, там, что-то мы завтракали, и по телевизору показывали встречу с актером Борятинским, Борятинский, по-моему, фамилия, который играл, вот, роль как раз Дарьяна Грея. Я сразу вспомнил телевизионный спектакль, настоятельно, рекомендую, в интернете он есть, его можно найти, Дарьяна Грея, вот, в постановке Малого театра, потрясающийся спектакль, там играет и Яковлев, там, вот, Борятинский играет, там, великолепный актерский состав, в общем, дорогие слушатели, посмотрите. На самом деле, я вас потревожил не по этому поводу. Я вас хотел поблагодарить. Так получилось, что вы меня пригласили на общероссийскую, я так понимаю, премьеру, потому что было запущено русского, нашего отечественного фильма со знакомым названием Дух Байкала. Вообще, когда я встречаю название Дух, чего раньше еще, допустим, 10, вообще представить было невозможно, но если только это не касается вопросов каких-нибудь там мифов, легенд, каких-то сказочных историй и всего прочего. Дух Байкала. Меня очень заинтересовало само название фильма. Я, во-первых, вот, хочу вас поблагодарить, что я получил огромное удовольствие, мы с супругой были, по-вашему, приглашены на примере этого фильма. И даже, может быть, в какой-то степени не сам фильм, а та атмосфера, которая царила в зале, премьера была в кинотеатре «Октябрь», те вопросы, которые вдруг там поднимались, те слова, которые вдруг там я услышал, для меня они стали определенным откровением. Ну, во-первых, что я хочу вам сказать. Слово «русский» где-то до 2012 года вообще было запрещено, но не то же запрещено, было не комильфо, было как-то не очень правильно его использовать. Я почему знаю, потому что мы сотрудничали, и продолжаем сотрудничать со многими государственными структурами, и вот если в какой-то программе, я не знаю, там, учебной, или программы направлены на такое, ну, на общественную поддержку, какого-нибудь там движения, или еще что-то указывалось слово «русский», то его кураторы, или те чиновники, которые сидели пропускали, или не пропускали те или иные программы, они это слово очень так вымарывали, и говорили всегда так, ну, узнаете, давайте мы как-то не будем это использовать, это можно заменить, значит, там, на слово «российский», там, и все прочее. То есть это было, вообще-то, как-то не принято использовать. Сейчас, после 2020 года, я слышу вот постоянно слово «русский», и это хорошо, на мой взгляд. И второе, я там услышал, причем несколько раз, вот, во время встречи с творческой группой, слово «культурный ход». Это тоже было, в общем-то, невозможно услышать до 2020 года. Какой там код? Вы что, с ума сошли? Был один код, код, вроде бы, который нам, ну, преподносят цивилизованные вот эти вот сообщества, какой-то западный, может быть, у них был код, а у нас, конечно, никакого кода нет, мы, вообще, непонятно кто, берет ассоциирование. И вдруг, вот, во время, это помните, да, там, когда встречи с творческой группой? Да, 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 несколько раз было. Вот, вы мне скажите, пожалуйста, ну, я знаю, что это ваша компания, то есть там, генеральный продюсер, это там, ваш руководитель, Константин Ёлкин, известный к нему только, который за человек, Человек, Человек. Константин Константинович, любимый босс, спасибо за Кира. Ну, на самом деле, он очень талантливый человек, то есть я, да, правда. У него удивительно, что человек, который, ну, практически он, ну, вставал, да, я же все-таки к кинематографу имею отношение, вы знаете, какой-то, ну, имел в прошлом. Причем достаточно естественно, то есть когда ты знаешь, какие вещи там творились кинематографы, очень сложно себе представить, что вот в рамках вот этой вот, ну, скажем так, антирусской в достаточной степени, вот этих антирусских трендов, которые наблюдались в нашем кино, ну, для примера просто скажу, сейчас вышел этот самый, как его, ремейк, или как он называется, или сиквел, этого конька-горбунка? Нет, ну, про конька-горбунка, ну, вот эти дочки, папины дочки. Ой, господи, господи, вы знаете, мне даже стыдно сейчас про это говорить. Я в шоке в абсолютном, понимаете? Я думал, что уже мы переболели этим, и опять же те же самые ужины, все списано оттуда, значит, ужинки, музыка, значит, какие-то там, сама ситуация дебильная. Да, дебильная. Мама четырех детей вдруг уходит, значит, семьи. Которая сама пережила, которая сама пережила, что, да, в техуку вернуть. И вот и бросает опять детей, причем отговорка, то есть, хотя бы, ну, я просто, это, знаете, сейчас не то, что оправдание будет, ну, понятное дело, мне кажется, это сериал просто, но он был очень нашумевший, на самом деле, это наш, это что, редкость для нашего телевидения, на самом деле, вот для этой сериальной истории, помните, вот был период там как раз 2010-е, вот 2000-е, там вот эти вот годы, когда очень мы много снимали сериалов, которые показывали на домашнем, на СТСе, на ТНТ, прям вот очень много их было. И как правило, на самом деле, если посмотреть историю этих сериалов, то это как бы наши, то есть, мы закупали права на них, и это как бы адаптация была каких-то уже существующих историй за рубежом, там какие-то испанские сериалы были, кстати, вот «Не родись красивый», там я просто тоже, у меня был проект в университете, я не смотрела, этот сериал, если что, у меня был просто проект, который с кинематографом был связан, и мне поэтому просто пришлось поднять историю, скажем так, этого сериала, то он с испанского сериала, списан там что-то, «Ла Бетти», что-то там «Бетти Лафе», что-то такое, типа «Ужасная Бетти» или как-то такое, что-то такое. Потом там еще очень много сериалов, они тоже были, вот все, там немецкие сериалы, какие-то американские, а этот проект был как бы, он вроде наш, то есть мы эту идею, это наш, это у нас, потом права закупали и делали адаптации в разных странах, и вроде как, ну он первое время, ну забавно так, да, там Леонов главной роли играет, и девочки вроде неплохо, кстати, играли, когда они были маленькими, выросли, у них куда-то талант испарился, очень жалко, жалко, конечно, и в принципе было неплохо, там тоже высосали из пальца, уже там 50 сезонов этих сняли, вообще закончили ни о чем, и уже знаете, вот надо просто в такие моменты вот сказать спасибо и попрощаться, но нет, у нас же любят вот это вот высасывание из пальца, я не понимаю, что у нас, у нас не могут придумать что-то нового, интересного, столько ситуаций в жизни прикольных, нет, надо было взять ту историю, и я просто, опять же, простите, это мой профессиональный долг был, это такой нашумевший сейчас сериал, везде афиши висят по всему городу, я просто должна была эту первую серию, ну просто, потому что шумиха вокруг этого сериала была сейчас просто вот, ну колоссальная, там, да, на работе у нас обсуждали, я слышала, и вот честно, я посмотрела, во-первых, я пожалела, что я потратила 20 минут своей жизни вот на это вот, а во-вторых, ну это, вы знаете, даже не позор, выражение пробить дно, ну как бы это даже не пробило дно, то есть там это уже пробило, я не знаю, там 50-е дно, но это настолько плохо, но это ужасно, сюжет ужасный, диалоги отвратительные, абсолютно не смешно, играют просто вот, ну это, ну они не играют, ну это, ну это даже, я не знаю, их актерами назвать нельзя, но это, ну это, почему это запускается по каналу, ну ладно, и я почему сейчас про него вспомнил, про сериал еще, потому что во время вот премьерного показа фильма Дух Байкала, там был замечательный вот этот эпизод, ну расскажи, то есть, когда, значит, а я что сижу, мы вообще обалделися, слушатели, послушайте, это на самом деле очень интересно, то есть, этот день, премьера, насколько я понял, он совпал со свадьбой одного человека, казалось бы, да ладно бы, что там за история, а история-то на самом деле потрясающая, отец-одиночка, ну случилось так, что супруга ушла из жизни, как я понимаю, там, да, как говорит, царство небесное, восемь, восемь детей, друзья мои, восемь детей, то есть, человек живет, ну грубо говоря, в современном мире, мы уже привыкли к тому, что детей там, ну если один, два, это уже подвиг, у него восемь детей, он их воспитывал, но самое главное, нашлась женщина, которая вот это вот приняла, полюбила, и вот они когда подняли, значит, вот он, да, и у них свадьба совпала с днем премьеры, и, я так понимаю, человек имеет отношение к кинематографу, не просто так он попал на эту премьеру, то есть, и вот они встали, и, конечно, когда грохнул, вязал, я понял, 10 человек, вы представляете, русский культурный ход живет, на самом деле, у нас есть будущее, то есть, у нас есть настоящее будущее, у меня мурашки по коже были, по спине пробежали, вот честно, и вот это вот, вы понимаете, это такая сила, вот я прям стояла, и я смотрю на, и вот это вот сила, семья, это сила, семейные умзы, это сила, и как можно заведомо от этого отказываться, и не верить в это, но я тоже этого как бы не понимаю, другая история, ну вот просто это вот реально живой пример, и вот ты смотришь на это, и честно вот, еще раз говорю, ну к самому фильму, у меня, конечно, я сразу скажу, фильм потрясающий, фильм замечательный, потому что там замечательная, совершенно идея, если будет возможность посмотреть, ну, есть возможность посмотреть, надо обязательно посмотреть, потому что, ну, потрясающая операторская работа, это Байкал, по всей стране, обязательно приходите, да, если будет, ну, сходите, получите в общество определенное удовольствие, то есть фильм держит напряжение, я даже там и эмоциональные всплески определенные переделал, но я сейчас не буду говорить о том, о самом фильме, чтобы мне рассказать зрителям, еще раз говорю, вот эта атмосфера, которая царила на сцене, перед этим предпринимаемым, значит, показом этого фильма, во-первых, вышла вся съемочная группа, и в съемочной группе потрясающие люди, некоторые из них непрофессионалы, в частности, вот вы знаете, да, что роль отца там сыграл как раз-таки тот самый человек, который в детстве вот пережил всю вот эту вот историю, которая была показана в фильме, здесь он сыграл роль отца, то есть я так понимаю, что непрофессиональный актер это первое, второе, с привлечением, ну, практически, там, сибиряков наших, постановка фильма, значит, операторская работа, как я понял, группа, которая работает над операторами, это вот и из Якутии, сейчас операторская работа, кстати, я сейчас расскажу. А слушатели, может быть, не знают, Якутия у нас такой, Голливуд наш, отечественный, потому что очень много снимается фильмов на самом деле, и они в этом отношении просто молодцы. Александр Гарунович, можно сейчас сразу что-то, тоже про операторскую работу именно скажу, я хочу поблагодарить, правда, вот группу операторскую, потому что это было, съемки были великолепные, мало того, что это природа, ну, то есть это сила, мощь, но как они смогли это передать, то есть очень неожиданные были, там, ракурсы, вот это вот все, как они подобрали, как они смогли раскрыть вот эту красоту и дух Байкала, но это было мощно, то есть операторская работа была на высоте, вот честно, я прям в восторге. И я поздравляю наших товарищей из Бурятии, то есть вот там был представитель, по-моему, Министерства культуры Бурятии, я сейчас точно должность не запомнил, которая сказала, что она всех поздравила с первым бурятским, ну, фактически кинофильмом. И спасибо за это огромное, вот это, и тем людям, которые принимал непосредственно в этом участие, те люди, которые это сделали. То есть мы на самом деле заговорили о духе, мы заговорили о русском культурном коде, мы заговорили, скажем так, о наших ценностях базовых. Оказывается, можно все это воплощать и переводить на кинематографический язык без ущерба ни постановки, ни... Не надо черпать эти вот сюжеты, которые там, ну, грубо говоря, приходят нам с другой стороны, не надо их использовать. У нас своего материала предостаточно для того, чтобы делать хорошее, красивое, замечательное наше кино, при этом наши люди раскрываются, их таланты раскрываются просто с потрясающей, какой-то, ну, я не знаю, вот высоты. Еще раз говорю, вот и съемочная группа, все, кто принимал участие, и монтаж, помните, там была группа монтажников, то есть великолепный монтаж, то есть к этому вообще вопросов нет. Поэтому, хорошо, я поздравляю, еще раз говорю, благодарю вас, поздравляю вашу кинокомпанию, низкий поклон вашему, генеральный продюсер был, низкий ему поклон. Молодцы ребята, на правильном пути, тем более, еще раз говорю, в наше сложное время, об этом надо писать и говорить. Вы еще, вы мне сказали, что у вас есть еще один фильм, тоже про семейные ценности, вообще ваша фирма славится тем, что вы поднимаете эту тему, такое забавное название, фильм Оливье. Да, есть такой. Это тоже фильм вашей кинокомпании, я так понимаю. это наше фильм. Я почему спросил сразу, почему отреагировал, потому что у меня старшая дочь замужем, и муж зовут Оливье. Я почему-то подумал, не связано ли это с историей моей старшей дочери, с историей старшей дочери не связано, а с чем это связано? С Салатом Оливье, и на самом деле, я просто тоже сейчас не буду рассказывать, потому что вдруг люди захотят посмотреть. Салатом. Хороший фильм, в преддверии Нового года, Новый год у нас уже, видите, как быстро время летит, уже середина октября сейчас будет, там глазом ты не успеешь моргнуть, и Новый год. Александр Горунович, как ваши дела? Ничего. С наступающим вас. Ага, ну да, это я вспоминаю, это у нас были такие санкетки когда-то, да, в свое время, да. Это я к чему говорю, то что вот скоро Новый год, и хороший фильм тоже, в принципе, на многих платформах представлен, поэтому, я думаю, посмотрите, очень интересно простроен сюжет, на самом деле, как бы, да, и перед Новым годом, в принципе, и тоже главное, самое главное, что правильные ценности, семья, вот эта вот сила, единение, что вместе мы, как бы, сможем все преодолеть, что друг за другом горой, и когда вот сейчас в мире происходит очень много всего, такого плохого, очень грустного, и такого, скажем так, к сожалению, неизбежного, то вот, знаете, такие вот добрые фильмы, с такими добрыми, добрым посылом, мне кажется, вот сейчас необходимо смотреть, чтобы не падать духом, чтобы быть сильными, и суметь противостоять вот этому вот, ну, вот этим вот невзгодам, этим вот тяжелым временам, вот это помогает. Ну да, вы, безусловно, это право, еще раз говорю, слава Богу, что мы, ну, в какой-то степени, можно вот эту фразу, я сейчас не помню, где она началась, а, это фраза, когда, ну, понятно, когда она была, то есть мы возвращаемся домой, в плане культуры, мы возвращаемся домой, возвращаемся к истокам, возвращаемся к нашим традиционным ценностям, понимаем, что они, ну, как бы это сказать, они вечны, да, то есть все остальное наносное, то есть оно сегодня пришло, завтра, как говорится, ушло, мы можем повосторгаться, а мы к этому возвращаемся, и слава Богу, и у нас есть, в принципе, для этого силы, в том числе, как бы сказать так, вот в среде, ну, я бы не сказал, молодежь, хотя для меня, конечно, это молодежная среда, то есть среди молодых кинематографистов, люди, которые этими вопросами занимаются, то есть есть, на самом деле, стремление это все делать. Поэтому еще раз вам большое спасибо, большое спасибо вашей компании, подписываемся, дорогие, на телеграм-канал правду у вас название, там может быть многие мои слушатели, они все никак не могут понять, какое отношение короче-юбка покороче, имеют отношение к тому, как вы там описываете, но я понял, что это просто у вас такой там мем, в вашей молодежной среде, значит, нет, это не мем, это просто я очень часто эту фразу, потому что я очень люблю, знаете, ну, вот этот вот короче, ну, как бы, нет, как короче, ну, как бы, вроде как короче должно быть, а я обычно там расписываю, рассказываю там, а это сами себя таким образом сдерживаете, в общем-то, Это для себя ограничение определенной процедуры. Потому что я коротко пытаюсь вместить вот этот вот такой какой-то объем вот в такие вот маленькие события. Ну, понятно, про это университет, как говорится. В общем, подписываемся на канал, смотрим русское кино, подписываемся на русские каналы, исповедуем русские, скажем так ли, придерживаемся русских базовых ценностей, и все у нас будет хорошо. Ура, товарищи! Вам спасибо огромное, и до скорой встречи! До встречи, до свидания! До свидания!